Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Джумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Джумабеков. Смотрите сегодня. Оставайтесь дома. Сегодня в полночь в Алматинской области вводятся карантинные меры. В добрый путь пассажиры авиарейса от Шарджа Талкурган благополучно отправились домой. Экономия семейного бюджета. В области снижены тарифы на ряд коммунальных платежей. С завтрашнего дня в Алматинской области начнет действовать режим карантина с особыми условиями. Данное положение вступит уже в 12 часов ночи 15 апреля, то есть уже через несколько часов. С этого момента въезд на территорию ЖТСУ из других регионов запрещен. Исключение применено лишь гражданам, возвращающимся из иностранных государств, лицам и транспорту по перевозке грузов, в том числе транзитных. Какие еще ограничительные меры внедрены, выяснял Ануар Амангельдинов. С момента введения карантина ни один гражданин из региона Казахстана не сможет въехать на территорию ЖТСУ. Действует запрет и на пересечение границ районов и городов внутри Алматинской области. Ограничения не коснутся лишь лиц, возвращающихся из иностранных стран, транспорту по перевозке грузов и сотрудникам служб, участвующих в жизнеобеспечении региона. Что касается граждан, не входящих в эту категорию, но работающих, предположим, в одном населенном пункте, а живущие в другом, могут проходить посты. Однако для этого им необходимо иметь справку с места работы и пропуск. Для этого необходимо обратиться в городской или районный Акимат. Организации и их сотрудники должны написать соответствующее заявление на имя руководителя оперативного штаба и получить соответствующий пропуск. Нужны данные организации, данные сотрудников, удостоверение личности, номера автотранспортных средств. Рассмотрение данной заявки составляет день в день. Для облегчения обслуживания организации и жителей города Талдыкурган для получения пропусков мы сегодня разработаем соответствующий телеграм-бот для отправки заявок и получения пропусков. Формацию мы разместим на страничке Талдыкурган Акимат и на моей личной странице. Уже сточены меры на передвижение и внутри населенных пунктов. В период карантина допускается лишь поход в больницу, аптеку и продовольственный магазин. Что касается двух последних, то выход разрешен не более одного раза в день. Перед посещением данных объектов необходимо надеть маски и перчатки. Стоит отметить, запастись продуктами питания или купить необходимые медикаменты могут и пожилые люди. Однако производить покупки они должны в самых ближайших точках. Новое постановление не ограничивает во времени деятельности аптек. А вот магазины и автозаправочные станции могут функционировать только с 8 утра до 8 вечера. Почта и банки работают в прежнем режиме. Не воспрещается функционирование промышленных и производственных предприятий. Однако на всех объектах внедрены особые требования. Допускается передвижение общественного транспорта и официальных служб такси. Установка санитайзеров. Это будет проходить обязательный осмотр перед работой. Также необходимо для своих сотрудников, занятых сейчас в момент карантина, в режиме карантина, обеспечить средствами медиабилентной защиты масками, перчатками, масками для того, чтобы была смена не менее одного раза в три часа. Если касается производственных объектов, они обеспечат своих работников транспортом для того, чтобы они могли развозить, привозить и увозить своих работников. Что касается общественного транспорта, если возьмем, то данное ограничение вводится на конкретно наполняемость автобусов. Это не более 40%. Что касается запретов, то приостановлена деятельность торговых центров, обменных пунктов, находящихся вне банков, гостиниц, автовокзалов, аэропортов, гражданской авиации, развлекательных и спортивных объектов. Не будут работать и продовольственные рынки. Исключение сделано лишь лесным павильоном. Объекты общественного питания по сей день останутся закрытыми. Разрешена только доставка еды. Ограничений по времени касательно нее нет. Что касается нарушения режима карантина, это данные действия, предусмотренные статьей 476 Кодекса об административных правонарушениях. Если это не унесет уголовное какое-то деяние, это либо штраф, либо арест на 15 суток, либо предупреждение. Но это все дела административных порушений данные. Рассмотрение таких дел относится к компетенции судов. Несмотря на ряд внедряемых запретов, власти предусмотрели, чтобы ни одна жизненно важная сфера не пострадала. Особое внимание уделено аграрному сектору, который является драйвером экономики Алматинской области. Как заявляют в региональном управлении сельского хозяйства, все весенние полевые работы пройдут согласно плану. Поставке семян, удобрений и минералов не возникнет преград, говорят в профильном ведомстве. В случае возникновения каких-либо сложностей во время карантина сотрудники управления готовы оказать помощь аграриям. В случае есть сельского товаропроизводителя. Хозяйству нужны необходимые запасные части. Кто иной техники или кто иной обороны, он незамедлительно должен обратиться в отделы сельского хозяйства соответствующего региона. Отделы сельского хозяйства в дальнейших действиях, они уже обращаются к нам или через все доступные связи обеспечить ее, найти ее и обеспечить доставку данным сельского товаропроизводителя. Режим карантина в Алматинской области вступит в силу с 15 апреля в 0.00 часов. Точных сроков его действия на территории региона пока неизвестно. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Ануар Амангельдинов, Аблайхуттхпай, телеканал Житсу. 135 казахстанцев, прилетевших в Алматинскую область из Объединенных Арабских Эмиратов, возвращаются в населенные пункты по месту жительства. Пройдя тщательную проверку медиков, они отправились в город Алматы на специальных дезинфицированных автобусах в сопровождении сотрудников полиции. По прибытию в южную столицу все разъедутся по регионам. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с пассажирами авиарейса «Шарджа Талдыкурган». В Тихили в этот день царила дружественная и теплая обстановка. Настроение у всех хорошее. Это видно по кадрам. Можно увидеть, что с плеч каждого из прилетевших буквально спал груз ответственности. Каждый переживал, что может оказаться потенциальным разносчиком инфекции. Все они жили и работали в Эмиратах по различным причинам. И в этот сложный период для всего мира вернуться в родную страну мечтал каждый из них. И даже не скрывали своих эмоций. Когда летели, так прям переживали. Думали, куда, что, как будет. Но рады, встретили нас и прям ухаживали за нас очень хорошо. Приняли действительно хорошо. По поручению Акима области для наших сограждан создали все комфортные условия. К примеру, в Тихили казахстанцы находились в одном из самых популярных санаториев. Здесь их обеспечили бесплатным пятиразовым питанием и комфортабельными номерами. Отчего стоит только один воздух этого чудного городка, признаются казахстанцы. Нас очень тепло здесь приняли для нашей неожиданности. Мы все переживали именно за реакцию народа. Мы все понимали, что люди будут переживать за то, что мы едем за границей. Слава Аллаху, мы все были здоровы. Мы очень благодарны Тихили. Нам очень понравилось здесь. Люди очень добрые. Все пишут нам слова поддержки. Всем спасибо, всем здоровья желаем. Долетели мы очень хорошо. Во-первых, условия здесь очень хорошие. Я всем благодарна за такое гостеприимство Талду Кургану, то, что нам выделили такой автобус, то, что мы можем спокойно поехать домой. Комиссию по приему наших сограждан из Арабских Эмиратов возглавил первый заместитель главы региона Лязат Турлашев. Все эти три дня он находился в буквальном смысле на передовой и в Тихили, и в Талду Кургане. И, несмотря на свой плотный график, приехал проводить гостей. Мы постарались самые максимальные условия создать, чтобы вы дискомфорт не чувствовали. Сразу же вам тесты провели, видите. И, слава богу, все оказались здоровыми. Правильно? Никаких моментов нет таких. Поэтому дай бог вам всем здоровья. Не валейте. Везде вас сопровождают на границах сотрудники полиции. Там такие же коллеги, как я, будут извещены. Они вас на границе, кто на границе встретит, кто там в городе встретит, и вас там уже ваши же развезут. Сейчас я увидел, при вас с алматинцами разговариваю. Они своих встретят. И точно так же вас мы будем до каждого города почти довезти. А мы переживали, думали, вот двое суток, как мы будем ехать в автобусе. И, оказывается, были приятно удивлены, когда увидели автобусы лежачие. С комфортом поедем. Спасибо большое. Пожалуйста, на здоровье. На здоровье. Не болейте, главное. Отправились сегодня по домам и те пассажиры, которые были размещены в Талдыкургане. Их 45 человек. Работа властей по организации возвращения соотечественников на родину в сложный период пандемии – пример для всех государств, говорят наши сограждане. Самое главное – профессионально сделали свое дело все работники. На всех этапах. И кормили хорошо, и с этой дезинфекцией. Инфекция – все-все. На, в общем, на высоком уровне, я могу так сказать. Чемоданы все продезинфицировали, доставили по… Ну, вот, гостиничный дом, да, получается. Да, все отлично, по 2-3 человека. Вот, интернет все есть. Каждые 2-3 часа проверяли температуру. Вот, да. То есть с утра, с 6-7 утра нас будили, приходили, проверяли. И вот, как бы, то есть это постоянная проверка была. Как уже сообщалось ранее, все пассажиры прошли необходимое обследование, и среди них не оказалось ни одного зараженного вирусом COVID-19. Шума в социальных сетях насчет прилета рейса было немало. Но не стоит забывать, что это наши соотечественники. И бросить их в трудную минуту мы не вправе. Азадж Маханов, Аблай Кутукпай, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган, Тикили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваш запрос будет обработан в течение трех дней. А затем придет уведомление с текстом, одобрено или отказано. Отдельно специалисты остановились на студентах. Если молодой человек или девушка официально работали до ЧС, они имеют право претендовать на соцвыплату. Такая же ситуация и с получателями пенсии и АСП. В связи с тем, что в нашей области тоже вводится карантин, на сегодня такие крупные предприятия, расположенные в нашей области, могут тоже получать вот эти социальные выплаты. Однако, если только они в каких-то из-за непредвиденных ситуаций, связанных, например, с избытком своей продукции, потому что они не могут вывезти, и с такими какими-то другими основными причинами, они могут это отправить в отпуск своих работников без сохранения заработной платы в данном случае. Или работодатель, либо работники, и имеют право обратиться за получением социальной выплаты. В период с 1 апреля по 30 июня текущего года в Алматинской области будут снижены тарифы на коммунальные услуги. В среднем по всем сферам на 7%. Соответствующее поручение еще 23 марта дал глава государства Касымжом Артокаев. Так, по Талдокургану, 1 кубометр холодной воды подешевел почти на 5 тенге и составил 56 тенге 45 тенге. Снизился тариф на водоотведение. Почти на 283 тенге подешевело тепло. 2 544 тенге будут заплачивать горожане за гигакалорию. Меньше будут тратить из семейного бюджета и любителей ванн. Горячее водоснабжение подешевело более чем на 18 тенге за кубометр. Во плате за газ незначительное. Разница буквально в тенгах. А вот жители Панфиловского района за воду будут платить меньше на 7 тенге. Новый тариф 61 тенге 53 тенге. Изменения коснулись и в тарификации коммунальных платежей для жителей Уйгурского района. Вода стала стоить 53 тенге 31 тен за куб. Слив 15,57. Что дешевле на 2 тенге в сравнении с порогом прошлого периода. Согласно поручению главы государства, изменились и тарифные показатели ряда других предприятий, работающих в сфере коммунальных услуг. Это касается Тимиржоусу Алматы, услуг предоставляемых коммунальных предприятиям Капшагайжулу, тепловые сети. Также по поручению президента страны, весь период действия черчаного положения, пользователям услуг будут предоставлены послабления. Отключать бытовое удобство за несвоевременную оплату не будут. Красный полумесяц спешит на помощь. Поддержка крупнейшего гуманитарного сообщества в период ЧП – большое подспорье, как для малоимущих и многодетных семей, так и для инвалидов и одиноких пожилых людей. Помимо социального шефства уязвимых слоев населения, организация обеспечивает их и продовольственными товарами. В настоящее время продуктовые корзины получили более 20 семей Талдыкургана. Стоит отметить, что гуманитарная помощь приобретается также на пожертвования неравнодушных казахстанцев. Наряду с обеспечением населения продуктовыми корзинами, столовая красного полумесяца предоставляет горячее питание порядка 10 нуждающимся гражданам. За истекшие сутки еще 30 семьям областного центра были доставлены проткорзины. Словом, работа у представителей учреждения в эти дни кипит. Во время чрезвычайных ситуаций у нашей команды еще сейчас выехала в северные регионы Казахстана, где будут раздавать денежные карточки на каждого члена семьи по 30 тысяч тенге через фонд Булата Утимурата. Еще вот мы сейчас ожидаем маски, которые китайский Красный Крест нам предоставил. Завтра, послезавтра, наверное, я уже выеду и привезу. 60 тысяч масок будут предоставлены областному Акимату. 5 тысяч масок мы получим Алматинское областное общество Красного полумесяца. Хочу поблагодарить Красный Крест за поддержку инвалидов, пенсионеров. В такое тяжелое время кризис везде, болезни такие. Большое спасибо вам. Президент Франции Эммануэль Макром продлил действия строгих карантинных мер в стране до 11 мая. В обращении к нации он заявил, что благодаря общим усилиям темпы эпидемии начинают замедляться. Границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми до нового распоряжения. Французский лидер отметил, что правила режима самоизоляции не планируется изменять и призвал к их соблюдению в уже существующем виде на всей территории страны соответственно. После 11 мая постепенно будут открываться детские сады и учебные заведения. Но занятия в стенах университетов не начнутся до лета. Рестораны, кафе, отели, кинотеатры, театры и музеи останутся на данном этапе закрытыми. Крупные фестивали и мероприятия с большой аудиторией нельзя будет проводить как минимум до середины июля. Британский пример Борис Джонсон выписан из больницы. Однако сразу вернуться к работе он не сможет. В лондонской больнице Святого Томаса Борис Джонсон провел неделю, включая трое суток в отделении интенсивной терапии. Канцелярия главы правительства распространила заявление Джонсона. Он благодарит национальную систему здравоохранения, которая, по словам премьера, спасла ему жизнь. Далее 55-летний политик будет восстанавливаться в загородной резиденции Чекерс. Пока во главе кабинета министров его заменяет министр иностранных дел Доминик Рапп. Точная дата выхода Джонсона на работу пока неизвестна. УИФА и Ассоциация европейских клубов достигли договоренности о том, что Еврокубковый сезон должен быть завершен в августе. Стороны провели переговоры относительно возможного возобновления сезона в национальных лигах и Еврокубках. Сообщается, что обе организации сошлись на том, что матчи национальных чемпионатов должны возобновиться как можно скорее, но при соблюдении всех требований. Большинство лифт склоняется к тому, что это произойдет в июле. Игры будут проходить, то есть при пустых трибунах. При этом предполагается, что матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов будут сыграны в августе. Двухраундовые противостояния могут быть заменены одним матчем на нейтральном поле и без зрителей. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин